привет друзья хочу рассказать вам о своей студии о себе я виктор фарафонтов звукорежиссер аранжировщик музыкальный продюсер то что вот русской терминологии называется sound producer неправильно называется вот и работал с такими артистами как найк борзов мара конец фильма 7b ну то есть поняли поп-рок рок все что касается записи живыми барабанными живыми инструментами от какого-то там фанка модерн джаза до тяжелого металла до альтернативы панка самое главное чем мы занимаемся студии это продакшен и звукозапись то что касается продакшена у нас целая команда человек не на этом 10-15 лучших специалистов москве гитаристы барабанщики аранжировщики сессионщики на любой вкус там на этом полинка вам понадобится жилейка есть связи со всеми людьми которые вот лучше всего это делают в россии в москве по продакшену мы делаем полный цикл даже просто на телефон свистели мелодию мы сделаем все остальное подберем гармонию пропишем инструменты придумаем все партии модно современным таким мощным звуком за которые нас критикуют но в америке так ничего не поделаешь надо соответствовать в москве достаточно мало таких вот команд которые занимаются продакшеном поп-рок и музыки с живыми барабанами на высоком уровне с хорошими оборудованием с хорошими специалистами с распределением зон ответственности с большой цепочкой процесса и вот наша команда одна из таких если у вас просто звукозапись то тоже на высоком уровне по всем стандартам наши записи ротируются на радио попадают в парады на тв на высшем профессиональном уровне но недорого важная такая штука нашей студии это наша особенность узкая специализация вот мы сконцентрировались на этом направлении поп-рок рок живые барабаны и долгим это на протяжении этом больше чем десятка лет и достигли в этом ну какого-то там 80-го левого примерно вторая главная особенность нашей студии что у нас загрузка давайте я вам покажу как она выглядит снаружи это конечно же большой минус все говорят что далеко ехать но этот минус компенсируется многими плюсами но самое главное конечно стоянка она бесплатная для нескольких машин ну-ка я шучу конечно не самое главное самое главное это атмосфера творческая атмосфера сюда заезжаешь и хочется творить и кто вас не отвлекает нет никакой пропускной системы если вы звезда особенно там вы не будете стоять в очередь на выписку пропуска и сможете здесь забуриться на целый день и погрузиться полностью в работу над музыкой пойдемте дальше покажу ну вот собственно о чем я говорю что в студии есть окна окна в лес подсознает атмосферу для создания шедевров и чисто для меня как сотрудника студии как работника это потрясающая штука я мечтал о том чтобы студии были окна потому что годами сидишь внутри не видишь ночь день на дворе сезон погода ничего не понятно и голова начинает просто уже выключаться даже в контрольке удалось сохранить окна и инженер который делал акустический проект сумел найти совершенно уникальное решение закрыть такими решеточками рассеивающими переотражающими практически не остается вредных отражений можно работать спокойно с окнами это вдохновляет студия называется blues минус существует с 2002 года опыт достаточно большой мы уже на этих записях поднаторели знаем все если вам нужно просто звукозапись то вы получите продюсерский подход ну это как сказать неформального то что мы нажали кнопку вы сыграли и до свидания денежки получили нет мы постараемся вмешиваться так деликатно без понтов но сможем подсказать что где улучшить что не заменить что может быть там инструмент поменять может звук может парки может там да может даже структуру песни но если конечно вы это позволите это будет уместно это самое главное этот он зал в студии тонн зал у нас огромный 71 квадратный метр потолок в среднем четыре с половиной метра а в середине даже пять с половиной метров это очень важно для записи барабанов барабаны в таком-то зале начинает дышать акустика сделана такая достаточно нейтральная она пригодна очень хорошо для записи барабанов и очень сбалансирована и мы с инженером который проектировал эту студию довольно долго выверяли что вот акустика была такая вот усредненно подходящая для всего для записи барабанов необходимо комната от 60 метров тогда барабан начинает дышать раскрываться появляется объем какой-то в их звучании глубина но это в общем так общеизвестная штука и в москве таких студий не знаю пять может быть всего и вот наша студия одна из таких совершенно потрясающие сезонщики работают которые умеют играть извлекать звуки это самое главное в барабанах это сам человек то что даже если одну и ту же установку ставишь разные люди подходят звук совершенно разные сами установки у нас тоже замечательные совершенно dw collectors с 24 бочкой и сама star classic обе кленовые в общем-то высшего класса на таких же установках пишется многое что вы слышали из западной музыки ну и естественно выбор какой то есть там тарелок в основном зил же мне нравится малых барабанов в микрофон и съем конечно же на основанном всем опыте нашей работы делается все очень тщательно снимается каждый инструмент каждая тарелочка комнаты пишется разумеется настройка барабанов это тоже часто выпускается из виду потому что чтобы хорошо настроить барабаны надо на них уметь играть во первых а я умею на них играть и умею их настраивать не всегда есть бюджет на то чтобы вызвать настройщика отдельного и часто вот при соблюдении всех условий и не настроенные барабаны это практически провал записи вообще запись барабанов самая сложная звукозаписи мы вот в этом особенно поднаторели что касается записи баф-гитары у нас прекрасный басовый аппарат эш даун самой топовой серии англичанин родной про еждаун многие думают что это так себе аппарат потому что их очень много на московских леббазах и там они китайцы дешевые на самом деле вот есть дорогая серия которая звучит прекрасно но такие же аппараты там у басиста мадонны файтерс басистки краются что касается записи гитары то конечно самое главное это гитаристы и у нас студии работают наверное лучшие гитаристы в стране за вполне приемлемую цену пропишет вам также как вот они пишут звездам вот на втором месте это инструменты инструменты у нас без всяких доплат есть и родные лес пол родной страт акустическая гитара ну в общем для продакшена такого соединенного поп-рокова есть все свое классический fender американец так родной еще когда их делали в америке не в мексике мезобоги rectifier и маршал g7 900 который стандартные какие-то роковые звуки и для для вкусненького есть такой не очень стандартный комфорт естественно все аппараты родные англичане американцы самых дорогих прекрасных серий звук потрясающий пара чемоданов примочек если надо покопаться чего-то там интересненького добавить поделать вот можно всегда заморочиться и помощью примочек еще эту палитру там степени количества этих примочек по клавишам у нас есть две основные машины которые перекрывают 90 процентов потребностей поп-рок продакшене рон фантом со взвешенной клавиатурой тут реально они имитируют как отдаленно имитируют клавиатуру реального рояля там дерево молоточек и вирус ти 2 очень модная машина которая звучит практически у всех там модных западных групп даже урок группе там лимбискет и мадонны тоже как он звучит который выдает такие электронные трансовые звуки но сейчас же как уроке сейчас же в рок это практически транс там есть и и петли бочки клэп и арпеджиаторы вот эта машина как раз отвечает и есть еще парочка синтезаторов такого модульного типа то что мы называем мозги вот тоже замечательный вот что касается записи вокала ну конечно как всегда главное это вокалист даже если вы не умеете петь у нас есть масса хитростей как организовать так чтобы в итоге вокал звучал замечательно есть коучеры есть вокалисты профессиональные которые умеют даже пародировать ваш вокал и помогать вам какую-то основу в треке получить такие вот выдают тонкости хитрости есть такой стереотип среди московских музыкантов что вокал надо писать в кабинке на самом деле большинство профессионалов считает что нет что для вокала как раз лучше большой завод как у нас тогда не возникает ранних таких паразитных отражений на каких-то на нижней середине которые дают когда бубнешь и мутность вокала и вокал получается более открытый легче ложится в них даже не страшно что это может быть комната немножко полезет большая хорошая комната это вокал будет более правильный по моему опыту более хорошо ложится в них что касается микрофонов тоже есть много расхожих таких мифов что для вокала нужно микрофон подбирать но в наших российских условиях условиях там project студии домашних студии если конечно эту студию можно назвать домашней нет возможности иметь большой выбор микрофонов которые как вы знаете оригиналы стоит там по 5 по 8 по 15 18 тысяч долларов старый нойман скажем и ситуация практически в 99 процентах студий московских такая что есть один дорогой микрофон и несколько дешевых ты честно говоря вот сколько вы не выбираете все равно выберете самый дорогой поэтому лучше просто брать самый дорогой и писать него исторически сложилось так что микрофоны почему-то лучше всего звучат вот старые нойманы ламповые но это просто случайность это совпадение так случилось но эти нойманы сейчас там на ebay стоит 15-20 тысяч долларов это конечно неподъемная сумма для простой московской студии в каждом городе появились такие люди мастера микрофонные которые делают клоны то есть это берется схема того самого ноймана берется радиолампы которые были тогда они сейчас можно достать же в коробочках не запакованы или там из радиоприемников старых немецких покупаются какие-то компоненты детальки примерно там трансформатор примерно такой и собирается клоны вот у меня один из таких клонов звучит на уровне лучших самых дорогих номеров вот вы пойдете сейчас магазин купите там нойман за 5 тысяч долларов этот мне даже больше нравится как звучит перемещаемся в контрольку в процессе перемещения замечу что еще одна потрясающая особенность этой студии это единое пространство например когда идет подготовка клайва или какой-то сложной записи всегда трудно докричаться типа там эй вася стукни по бочке а еще ничего не подключено наушники никто не одел а здесь получается единое пространство ну как на концерте практически звукорежиссеры музыканты могут общаться беспрепятственно это замечательно плавно переходим к аппаратуре контрольки для той же записи вокала здесь есть три предусилителя высочайшего класса все три но разного характера один это один из лучших клонов него 1073 классического для тех кто любит там ламповые что такое хрипучие универсал аудио 610 и чистый нейтральный такой клон ssl то есть фактически получается что когда мы здесь пишемся это в точности то же самое по звуку как если бы писали через огромный ssl вот благодаря этому приборчику здесь вот не видно за этим потолком такие вот щиты которые поглощают низкие частоты вот на задней стене тоже уникально интересная конструкция вот если по ней постучать не слышно вам такой низкий низкий звук который как раз и есть резонансная частота этой конструкции она поглощает этот самый низ что собственно кстати компенсирует эти стеклянные двери замечательные откроем секретик контролька получилось совершенно замечательно просто на редкость даже вот честно говоря не ожидал в этой студии совершенно такого еще не видел в студиях уникальная штука сделана с мониторингом сделан концертный мониторинг для мониторинга поставлен концертный пульт который позволяет каждому музыканту через приложение вот такое вот где вот все прыгает дергается и каждый музыкант может сам себе своих ушах делаю такой звук то есть когда хороший мониторинг в шаг у музыканта но это влияет на исполнение сильно тем еще этот пульт прекрасен он же является контроллером вот смотрите вот я тут например на нем двигаю ручечку а там она двигается сама волшебство таких вот пультов пока еще немного за вот история с мониторингом про который рассказывал особенно важна для записи лайвов и видеосъемок то есть студия большая зачем она еще нужна чтобы просто тупо повеселось много народу видеооператоры штативы там люди вот когда в суматохе ее съемок в обычной ситуации как все происходит постоянно кто-то чего-то кричит кто-то чем-то недоволен вот когда у каждого приложения в телефоне каждый сам себя выставляет микс происходит все довольно таки весело без особого напряжения никто никому никому никаких претензий не имеют и клип получается более веселый при студии есть переработавшаяся команда людей которые занимаются видео который делать совершенно подсозначно на мой дилетантский взгляд на просто голливуд просто факт того чтобы пришли в студии подписались вы получаете практически готовый видеоклип может быть там не какой-то не сюжетный но сейчас без ютюба музыка не существует то еще важно для звукозаписи конвертеры конечно же конвертеры это можно сказать сердце любой студии здесь я решил сделать на универсал аудио apollo потому что в общем в моем рейтинге это где-то на втором третьем месте из всех там мировых конвертеров там ну конечно призм это на первом месте но призма это уже в дорогих очень таких студиях где час записи в два в три раза больше чем у нас на втором месте вот как раз эвит конвертера apollo их уровня принципе уже даже многие западные хиты которые мы слышим билборде там хит парадах записаны через эти apollo в москве практически весь звездный продакшен делается таких apollo софт у нас основной это studio вам они сейчас сейчас без разницы кусок то для нашей ситуации это идеально кому интересно потом в личке я скажу сведения делаю в основном с применением плагинов у от это такие программу личке которые имитируют аналоговое оборудование ну я скажу что очень близко то есть практически невозможно отличить гораздо важнее другие факторы качество игры и качество аранжировки настроение барабанщика в этом смысле уже уже это это уровень мировой такая технология все что мы делаем мы можем делать удаленно онлайн по интернету это миксы запись сессионщиков запись барабанов монтаж сведения ну понятно все что угодно присылайте ваши дорожки самое это главное это сайт студии очень просто запомните одно большое русское слово студия звукозаписи вот это вот одно слово без пробелов . rf студия звукозаписи . rf там есть схема проезда можно посмотреть что от москвы не так уж далеко на самом деле это стоит того что вот приехать на целый день сделать офигительный трек 25 минут примерно от москвы и стоимость такси на самом деле компенсируется тем что у нас немножко дешевле чем у таких же студии москве даже немножко даже сильно дешевле там на сайте есть также ссылочки на группу в фейсбуке вконтакте звоните пишите письма поработаем с удовольствием на самом деле мы обожаем музыку для нас работа звукозапись это просто это не работа собственно это любимое времяпровождение ну вот собственно и все